Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу! Сейчас начинается эфир, буквально через 5 минут, да и раньше я еще включу. И уже по традиции, включая пораньше эту запись, интернет, слава Богу, сейчас без боев, хотя не все, к сожалению, иногда прерывается бывает. Вот, и сегодня утренняя молитва, сегодня у нас 8 марта, кстати, женский день в традиционном таком, ну, в государстве вообще, в светском календаре, да, значит, ну, разные отношения к этому празднику, ну, женщин по-любому благоставляю не лишний раз помолиться за всех сестер, вот. И, а так, конечно, есть церковные праздники, есть светские праздники, есть, а есть божьи библейские праздники. И вот я по вечерам, вот вчера вечером, допустим, да, продолжал предпасхальный семинар каждый вечер, стараюсь включаться, в общем-то, получается пока у нас и по времени, и вот, но если в поездке, я не знаю, как получится или нет, но пока получается, вот. И сегодня вечером, даст Бог, уже четвертая часть будет семинара, предпасхального семинара, а по утрам, вот, включаю на молитву такое размышление над Словом Божьим, вот. Ну, решил так вот для себя, вот, на протяжении марта месяца, до самой Пасхи, продолжать такую практику. Да, сегодня тоже снова пел, вот, и слушал Сергея Бабкина, его вот эта песня «Дай бы я». Дай бы я, дай бы я, дай бы я, дай бы я не був, все про тебе нагадую, мов позаду, и дальше, бо дивись на мене скрозь свит, крозь свит. Хорошая песня, очень добрая. Как раз вот взаимоотношения мужчины-женщины и взаимоотношения Бога и человека очень четко прослеживаются, как вот, не знаю, как книги «Песни песней». Я вот об этом тоже вчера размышлял, вот. Я вот не знаю, может быть, судя начать тоже с этого. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Господь благослови. Благослови, Господь, сегодняшний этот эфир. Вот в эти минуты последние, кто уже подключил, заждет трансляции. Ожидает начала Божьих, кто будет подключаться. Или потом в записи будет смотреть это все. Боже, благослови во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя Господа. Боже всемогущий, благослови, Господь, семью мою, жену, детей. Боже, наши семьи, родных, ближних, благослови, Господь. Во славу великого имени Твоего, Господь, Боже. Ты дал нам жизнь, дыхание и все. Тобой мы живем, движемся и существуем. Господь, слава Твоей за все. Аминь, Аллилуйя. Можно спеть и здесь такие псалмы. Я очень люблю утро, поэтому здесь громко не спеть. Я очень люблю от души, что называется. Это Божий, Великий, Единый, церковный гимн Украины, духовный гимн. Да, слава Богу. Вот. А также и верою. Аллилуйя. Слава Тоби, Боже наш, слава Тоби, Царю Небесный, утишит рюши и стыни. Боже, да. Церковное. Песнопение православное, церковное песнопение. Пусть во всем этом прославится Господь наш. Остается пара минут уже в таком волнении, в святом таком волнении. Не перед человеками. Как-то нет. Может, чуть-чуть под человеками, а больше. Перед моим папочкой, перед моим Богом Яговой, Богом Авраама, Исаака Якова, Богом патриархов и пророков, сущим на небесах. Сегодня утром тоже хочу начать с хлебопреломления, причастия и евхаристия. Вот, приготовил чашу. Вот, наверное, так вот поставлю ее как раз. Вот, да, будет видна. Вот, слава Богу. А из хлеба у меня аж шаббата самого. Остался последний кусочек, кстати, вот, халы. А, сегодня, кстати, четверг у нас ведь. Да, уже четверг. Вот, завтра опять буду халы покупать. Кстати, очень хорошая хала. Вот, и не испортилась, и запах хороший, и все вообще прекрасно. Очень хорошо пекут. Молодцы. Здесь, в синагоге, очень хорошие халы. Вот, в синагоге Бродского, там, кромыца есть. Очень хорошие халы тоже пекут. Вот, может быть, завтра там куплю. Вот, посмотрим. Завтра приготовление будут как раз к шаббату. Надо бы, конечно, еще распечатать тоже. Вот такие листочки, потому что уже народ ждет. Слава Богу. Господи, благослови. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Включаю прямой эфир. Слава Тоби, Боже наш, слава Тоби. Слава Иисусу Христу, слава на веки Богу Святому. Братья и сестры, дорогие друзья, всех вас приветствую, благоставляю именем Господним, именем Иисуса Христа. Сегодня прямой эфир, посвящен вот утренней молитве. Поэтому призываю милость Господню сегодня и благодать, благословение на всех вас, кто подключился уже сейчас, кто подключается. Ну и, конечно, паки-паки на тех, кто будет потом записи смотреть. Во имя Иисуса Христа, благословен Бог наш, Отец наш, сущий на небесах. Да святится имя Твое, да придет Царство Твое. Иегова, Бог Авраама, Исаака, Якова. Бог патриархов и пророков, наш любящий Отец, любимый Папочка. Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Боже всемогущий, благослови. Благослови ту утреннюю молитву, благослови всех нас. Боже, во имя Христа Иисуса. И любовь Христа бессмертно велика. Вот об этом хочу тоже спеть. Псалом. Мой любимый из протестантских псалмов. Вначале, наверное, православное споем, да? Если отец Алексей подключился уже, то подпевайте со мной вместе. Благословен Бог наш, всегда, ныне, присно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешитель Дух Истины, Ты, Который везде пребываешь И все собою наполняешь. Сокровищница благ и жизни подателю, Приди, вселися в нас. Ты пришел и вселился в нас. Аминь. И очистил нас от всякой скверны, И Ты спас благой души наши. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, Хвала и слава, величие Тебе. Господь помиловал и простил всех нас. Слава Отцу, Сыну, Святому Духу, Ныне и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, Ты помиловал нас. Господь, Ты очистил грехи наши. Владыка, Ты простил беззаконие наши. Святый, Ты посетил, пришел И исцелил немощи наши имени Твоего ради. Господь помиловал и простил нас. Слава Отцу, Сыну, Святому Духу, Ныне, признав, во веки веков. Аминь. Отец наш, Папочка наш, Сущий на небесах, Да святится имя Твое, Да придет Царство Твое, Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, Дай нам на сей день, И прости нам долги наши, Как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, Избавь нас от лукавого. Твое есть Царство и силы, и слава во веки. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Псалом «Любовь Христа безмерно велика» Псалом «Любовь Христа безмерно велика» Начала нет, и льется, как река, И как волна лапзает берега, И глубока, светла и широка. И если б не было любви, Любви Христа мы б не смогли И иметь надежду вечно жить, И как спаситель всех людей любить. Он возлюбил тебя, меня давно, Он возлюбил и тех, кто лишь одно, Твердили «нет» и поднимали смех, А он с любовью призывает всех. И если б не было любви, Любви Христа мы б не смогли И иметь надежду вечно жить, И как спаситель всех людей любить. О, если б знал, живущий на земле, Любовь Христа лишь ею дышат все, И если Бог любовь отнял на миг, То этот мир давно б уже погиб. И если б не было любви, Любви Христа мы б не смогли И иметь надежду вечно жить, И как спаситель всех людей любить. Приди скорей, скорей тебя Он ждет, Давно стоит у каменных ворот, Стучит к тебе, открой уже пора, Приди скорей, как спаситель всех людей любить. И если б не было любви, Любви Христа мы б не смогли И иметь надежду вечно жить, И как спаситель всех людей любить. И как спаситель всех людей любить. Аминь. Спасибо, Господи, за все. Спасибо, Господи, за Твою любовь святую. Аминь. 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 Слава Богу. Братья, сестры, друзья, дорогие. Доброе утро всем. Вот кто подключается, подключился уже. И тем, говорю тоже, благоставение. Приветствую тех, кто потом в записи будет смотреть Вот это видео. Вот это псалом, который мы сейчас вот спели. Я спел. Надеюсь, тоже подпевали. Поэтому говорю мы. Не мы, Николай, второй в смысле, А мы в смысле мы. Вот я спел сейчас, который для вас, Если можно сказать, ну для Господа больше. Потому что на самом деле это псалом для меня Очень такой святой особенность. Он по сборнику, из сборника баптистов, писятников, Протестантские сборники, называется Песнь Возреждения. Значит, номер его, этого псалма, 783. 783-й псалом. Знаете, вот я этот псалом Первый раз слышал его Ну да, в 96-м году Вот, еще тогда, будучи традиционным Православным священнослужителем Я впервые попал на служение протестантам Впервые попал на служение к пятидесятникам Вот, и Я перед тем познакомился С одним человеком из этой церкви Вот, я не знал, что он протестант Изначально-то, поэтому Как бы, наше знакомство было такое Очень хорошее Вот, я ж в то время был очень таким Был таким ортодоксальным Таким православным священнослужителем Вот, и знаете, вот И Но потом, по ходу нашего общения Я узнал, что он протестант Конечно, я огорчился Расстроился, но Потом мы обменялись литературой Я прочитал его книгу И многое уразумел До меня стало доходить кое-что Это были проповеди Эрла Штегена Книга называлась «Время начаться с Дома Божьего» Людмила Плет написала эту книгу Это сборники статей Как бы, вот, таких бесед, проповедей Выдержки из проповеди мысли Конспекты бесед и проповеди Эрла Штегена Немецкого проповедника Ну, африканского проповедника будем говорить Немецкого проповедника в Южной Африке Вот, сейчас молимся, конечно, за Южную Африку Вот, молимся о духовном пробуждении Вот, и среди черных, и среди белых Вот, и действительно, чтобы всякая вражда прекратилась Там, вот, и расизм этот То там был расизм белый А теперь расизм черный пропагандируется То есть, ну, молимся, конечно, о том, чтобы и в ЮАР И вот, и, значит, Южной Республике Африканской И чтобы по всей Африке, да и по всему миру Чтобы всякая вражда межнациональная прекратилась Потому что я знаю того, кто действительно Эту вражду уже пригвоздил Ко Кресту Это сам Иисус Христос Он пригвоздил ко Кресту всякую вражду Убил всякую вражду Убил всякую вражду В том числе межнациональную вражду А там имеется в виду как раз Такое межрелигиозное и межнациональное Самые такие сложные на планете Взаимоотношения между людьми Есть, конечно, сложности в семейных взаимоотношениях Вот, это тоже, это вражду Всякого рода отчуждения Всякого рода развод Всякого рода разделения Всякого рода вражду Ссоры Иисус взял на себя Он пригвоздил ко Кресту И он пригвоздил ко Кресту Как мы видим из Писаний Всякую межнациональную Межрелигиозную вражду эту Потому что, допустим Того времени вражда В народе Божьем Она ярко выражалась В то время, к сожалению Ибо иудеи и самарянами не сообщались Помните, даже когда Иисус Она была, конечно, эта вражда Объяснима, вполне объяснима Опять-таки, заповедями Божьими Писаниями Бог не исповедовал вражду, вообще-то Но и, как бы, объяснение заповедей Объяснение толкования Вот этих Божьих постановлений Как бы, да О такой духовной изолированности Несмешание с язычеством Вот, оно, как бы, подталкивало людей Вот, как бы, провоцировало Будем так говорить, точнее, людей Как бы, к тому, чтобы Вот, обосабливаться Отделяться, как бы, не контактировать Но, к сожалению, и к вражде приходило Все это Здесь очень трудно Баланс такой иметь Вот, и Иисус Имел общение Конечно, он послан был К сынам дома Израилева К погибшим овцам дома Израилева Как он это и сказал И действительно, он так и делал Он шел, но когда он еще родился Когда еще был совершенно Маленьким ребеночком Ему что было там Всего лишь там полтора месяца Отроду всего И когда Шимон Цадик Праведник Праведный Симон Взял на руки его Младенца еще Иисуса То он провозгласил Среди прочего Духом Святым провозгласил Что Иисус Он Также свет к просвещению Всех народов И он есть Слава народа Своего Израиля Вот И Вот это вот Какой-нибудь Две важных ипостаси Что ли Его Так вот Бытия Свет к просвещению Всех народов И слава народа Своего Израиля И знаете ли Хотя служение свое Изначально он начал Именно Погибшим овцам Дома Израилева И он так и сказал Что он послан Действительно так Вот И Приоритетно Всегда для него Было служение Именно евреям Вот Своим родичам Сородичам Вот Своему народу Вот Он действительно Патриотичный был Мессия Машех Не отнять Действительно Он Как патриот своего народа Он нес Благую весть Именно в своем народе Хотя иногда Были исключения Из этого правила Из любого правила Исключения какие-то И он Между прочим Как бы В этих исключениях И Благовествовал Получается И народцам Как бы Другим народам Бывал Исцелял Кого-то Из неевреев Бывало Он Значит Благовествовал Самый конечно Шикарный эпизод В этом отношении Это Евангелие От Иоанна Да В четвертой главе Где как раз Иисус Беседовал Самарянкой И когда Пришли ученики Они конечно Так Были Заинтригованы И Более чем Конечно Удивлены Что Иисус Беседует Во-первых С представителем Другого народа Вот У колодца Во-вторых Это был даже не мужчина Это была женщина Как бы По Тому времени Это было Довольно Очень Так Провокационно Будем так Говорить Иисус Вообще Ломал Многие Стереотипы Многие Рамки Вот И В принципе То что Сегодня Век Эмансипации Век Свобод Разных Знаете ли Кажется Само собой Разумеющимся Но в то время Это было Конечно Что-то Нереальное Невозможное Вот Кстати Христиане Последующие Первые христиане Первых трех столетий Действительно Тоже шли Этим путем Тоже И ломали Всякие стереотипы В общем-то И вот Иисус Здесь Конечно Самим Фактом Беседы Они Думаю Знаете ли Может Даже Не особо Вникали В то О чем Говорил Иисус Но И больше Наверное Провоцировал Сам факт Общение С Иноплеменницей Будем так говорить Ну да Интересно было Посмотреть на их выражение Лиц По крайней мере Учеников Наверное Это было Очень даже Смешно Интересно Но Дальше Больше Дальше Больше Дальше Больше Произошло Та женщина Она Конечно Вообще Была Настолько Восхищена Всем Что она Услышала Удивлена И Получила Уже В сердце Своем Откровение Что Это Есть Мессия Машиах Масих Она Бросила Водонос Побежала В город И Там Растрезвонила Сарафанное Радио Заработало Сарафанное Радио Заработало Вовсю В том Самарянском Селении Вот И она Там Давая Трезвонить Рассказывать Всем Вот так И так Я вот Вот человек Там Еврей Возле Колонца Он мне Рассказал Что вообще Кто я Такая И говорится Вот Он все Знает Вообще Может он Есть Машиах Может он Есть Мессия Масих Давайте Посмотрим Многие Конечно Даже Видимо Она настолько Убедительная Женщина Была Настолько Она могла Убеждать Ну как Не знаю Что многие Поверили Ей Вообще Что Ее Словам Вот И через Нее Уверовали Что Этот Еврей Точно Мессия Шутка Ли Заговорил С ней Еврейкой Все И рассказал Вообще Вот Как это Видимо Сказал С каким выражением Ну ладно Ну и горожане Пришли Конечно Побеседовали И дальше Проошло Вообще Невероятное Даже Скажу Так Другие Евангелисты Об этом Не пишут Но Это Очень Такой Эпизод Такой Ну Именно Так Вот Именно О таком Общении Иисуса Близком Не пишет Никто Кроме Иоанна Вообще И Значит Он остается В этом Селении Им Проповедуют И потом Эти Жители Уже Той Женщине Говорят Уже Веруем Не только По твоим Словам Теперь Мы сами Видим Это все Мы сами Знаем Теперь Что он Есть Спаситель Мира Христос Он Есть Спаситель Всего Мира Не только Еврейского Народа А всего Мира Вот Начало Исполняться Слово Что он Есть Свет Просвещение Всех Народов Потрясающая История Удивительнейшая История Спасибо Господи Благословен Ты Бог Наш И всякая Вражда Она Была Иисусом Не просто Вот в тех Провокациях Таких Провокационных Таких заявлений Каких-то там Поступках Разрушаемо Нет Самое Основное Произошло На Голговском Кресте Самое Основное Произошло Там В крови Мессии Сегодня Тоже будем Причащаться Кто подключился Уже Хлебопреломление Совершать Этим утром Будем совершать Причастие И В этом Размышлении Я Лично Сторонник Каждодневного Причастия И Я сам Лично Причащаюсь Даже не раз В день Обычно Это утром Вечером Бывает Бывает В обед Даже То есть Я готов Каждый час Каждое время Причащаться Я Постоянно Причащаюсь По крайней мере Умом Своим Серднем Своей душой Своей Вот Причастие Это не просто Даже принятие Физическое Что такое Хлебопреломление Причастие Евхаристия Вот Причастие Это Совершать Я подчеркиваю Не просто Ртом Причастие Оно Совершается Вот здесь Совершается Оно Совершается Душой Нашей Разумом Нашим Сердцем Нашим И Это рассуждение О теле Христа Рассуждать О теле Христа Как Погружение в воду, допустим, да, баптизу, если баптизм совершать, погружение в воду, крещение, да, не испрашивая у Бога доброй совести и не обещая Богу служения доброй совести, да, без обетов этих, я не знаю, как сказать, без решения служения Господу, ну, как говорил еще, по-моему, Иоанн Златоуст и, по-моему, кто-то еще из этих хаббадыкийцев великих четвертого столетия, кто-то из них. Чуть не Василий Великий, по-моему, что это простое мытье в таком случае, это погружение просто простое мытье, омовение тела, знаете ли, вот, но все, и это действительно вот в самом этом желании служения, обещания служения доброй совести и спрашивания Бога доброй совести, там, даже в более точном переводе, как мне кажется, именно и спрашивания Бога доброй совести, вот, потому что обещать мы особо ничего не можем, собственно-то. Вот, и есть эпизод, кстати, из, по-моему, Иерусалимского Патарика, вот, рассказа об отцах еще четвертого-пятого столетий, вот, и там есть рассказ один о еврейском юноше, который путешествовал с караваном и как-то так получилось, что, я не знаю почему, но караван попал в беду такую, и у них уже не оставалось воды, и они должны были погибнуть, люди, вот такая история какая-то произошла. Я не знаю это, либо сбились с пути, либо что-то еще произошло, не знаю, одни словом, значит, воды не было уже, вот они должны были уже умирать, вот, и шансов на спасение было очень мало, а этот еврейский юноша по дороге, он слушал рассказы о Христе, о Мессии, о Машеахе, и ему рассказывали, что Иешуа и есть Машеах, что Иисус и есть Христос, вот, по дороге рассказывали караванщики эти вот, ну, кто там этим бизнесом занимался, вот, и они рассказывали ему, эти христиане-бизнесмены, вот, и, значит, этот еврейский юноша слушал, и вот, его сердце коснулось, коснулось Слово Божье, Слово Евангельское, и вот он уверовал, а здесь вот такое происшествие, знаете ли, и он обратился к этим караванщикам и сказал, я, вот, понимаю, что мы, может, даже погибнем в этой пустыне уже, так получается, но вот я, вот, хочу креститься, вот, во имя Господне, ему говорят, ну, мил человек, чем уже мы тебя крестим, мы даже, даже пить у нас воды нету, не знаю, они решили вот так вот крестить его, как есть, они решили его поливать, но не водой даже, потому что водой-то не было даже воды-то, они решили посыпать его песком, так называемое посыпательное крещение, вот, и они его посыпали песком, вот, во имя Господне. Потом что-то там опять произошло у них, вот, одним словом, они были спасены, они не погибли, караван был спасен, вот, и они благополучно достигли, вот, значит, города, вот, я не помню никакого, чуть ли не Иерусалима, что ли, одним словом, в Иерусалиме, там рассуждали епископы по этому поводу, почему в Иерусалимском патриоте записано-то, значит, что, насколько я помню, опять-таки, сейчас этот рассказ, но сам принцип важен здесь, вот, и отцы церкви рассуждали того времени, капотокийцы те самые рассуждали, значит, что теперь делать с этим юношей, значит, крещение признавать его посыпательное, вот, песком, или не признавать, ну, и в конце концов, постановили отцы, что, если бы он, ну, умер, то, конечно, да, это, ну, признали бы мы крещением на безрыбе, как говорится, и рак рыба, вот, если нет воды, значит, то, значит, то, хотя бы даже посыпанием, и то признали бы крещением, да, но так как он, значит, выжил, и все выжили чудесным образом, так что теперь есть возможность исполнить всякую правду, нам, значит, то его погружить, погрузить все-таки в воду его, вот, во имя Господне, вот, но я к чему это рассказываю, что даже посыпательное крещение песком, значит, значит, знаете ли, в песчаной пустыне, вот, отцы церкви были готовы признать крещением во имя Господне, вот, интересно факт такой, вот, потому я и говорю, что самое важное в таинстве христианском не просто вещество, как в причастии, допустим, не просто качество вина или хлеба, качество, а качество нашего размышления, нашего рассуждения о теле Христа, качество самого Иисуса Христа, наше сердце, наша душа, наш разум, вот, так и в водном крещении, где принимать крещение, как принимать, вот, в проточной или в воде, как раньше говорили всегда, или в бассейне можно, там, или, там, или, когда, или только на Иордане, там, допустим, в Израиле, как некоторые суеверно заявляли, нет, абсолютно нет, не важно, где, как, важно качество твоего сердца, твоей веры, слава Богу, вот, и сегодня, совершая хлебопреломление, также вот, налить себе можно, даже если нет, нету сок, у меня уже, кстати, уже все, закончилось, уже должно быть сегодня, или завтра уже в синагоге куплю. Вот, значит, сок, значит, а так, значит, даже просто воды, я совершаю частое преломление, просто наливаю воды, воды хлеба беру, молюсь, благоставляю, вот, молюсь, принимаю причастие. Кстати, воды еще, наверное, еще можно, почему? Почему? Потому что, в принципе, что вода, что вино, наверное, это одно где-то. Потому что, помните, Иисус сказал налить воды, водоносы, а потом эта вода, раз, превратилась в вино. Вот так вот. Так что для Господа, думаю, неважно, вино это или вода. Поэтому можно просто водой даже совершать причастие. Ну, я так и делаю, по крайней мере, сам лично делаю так. Пусть Господь Бог благоставит всех вас, дорогие друзья, в этой утренней молитве, в этот утренний час. Слава Богу! Господи, благостави во имя Иисуса, благостави нас сейчас и в причастии в том. Вот. Благостави Господь в хлебопреломлении Божием. И перед тем, еще здесь из слова. Я пел псалом «Любовь Христа безмерно велика». Из песни «Возрождение», песни «Возрождение», сборник «Песнь Возрождения», 783-й, получается, песня. Вот. И здесь, вот, куплет есть. А, вот. Вот здесь в четвертом обозначен. Приди скорей, приди скорей, Скорей тебя Он ждет. Давно стоит у каменных ворот, Стучит к тебе, открой, уже пора. Прими любовь без злато-серебра. И если б не было любви, Любви Христа, Мы б не смогли иметь надежду вечно жить. И как спаситель всех людей любить. Прекрасный псалом этот, я очень люблю его. И это первый псалом, который я слышал в своей жизни вообще. В протестантской церкви это было, у песятников в гостях. В 96-м году, будучи традиционным священником православным, я вот попал на собрание к ним. И вот первый псалом, там вышел, помню, дедушка, и сказал, будем петь псалом номер 783. Я думаю, ну, о чем могут петь сектанты? Типа, у моей секты, у моей секты. Да, как-то так уничижительно в сердце, знаете, так вот. Уничижил все это собрание. Ну, для меня это собрание, в котором я оказался тогда, оно никак не ассоциировалось с церковью. Для меня церковь это вот иконы, там, по ней ходило, там, значит, там, не знаю, свечи, канделябры, там, что-то еще. Значит, и обряд определенный. А здесь ничего не было, абсолютно ничего. Голые стены, ну, там какие-то таблички висели, такие рамочки с цитатами из Писания и все. Вот тебе и вся церковь, думаю. Как-то так, несерьезно, все сидели, как дом культуры какой-то, думаю. Ну, ладно. Вот, и, но когда вышел дедушка, вот, и он сказал, будем петь Псалом номер 783, все встали. Ну, я тоже встал, чё ж, рыжий, что ли, думаю. Тоже встал, как все, думаю. Постою, но я петь не думал, и, значит, и вообще, ну, не то, что не думал петь, а даже, даже и молиться, нет. Просто я вот послушаю, что они там поют. А в том собрании были в основном бабушки, дедушки. Вот, впереди там в основном дедушки, сзади там бабушки. Вот так вот у них было. И они все встали и запели не на старославянском языке, мёртвом языке, а на живом, на понятном русском языке. Запели «Любовь Христа безмерно велика». И настолько мне растрогала эта песня. Она была о самом важном, о самом главном, о любви Христа. Вот, и это одно, второе, даже не только, даже нисколько сами слова, эти потрясающие слова, эта песня, сколько именно вот это присутствие Бога, всемогущего присутствия благого Бога в этом собрании. Хотя не было икон, не было паникодилов, не было иконостасов, ничего не было. Знаете ли, но Бог во всём этом был настолько могущественно, что аж, как говорится, шерсть дыбом, знаете, вот так вот, что аж мурашки. И действительно я понимал, что Бог сейчас здесь, вот. Это потрясающе. Я там чуть не разрыдался, на том собрании, помню. Еле-еле себя сдержал, чтобы мне там не расплакаться просто. Настолько это всё-таки коснулось меня. Кстати, на том собрании я впервые, ну да, меня тоже вызвали, предложили сказать слово, поприветствовать людей. В конце я вышел. Вот. И я помню, впервые в жизни я назвал неправославных христиан братьями и сёстрами. Я помню, как мне это тяжело было сделать. Я буквально выдавил из себя братья и сёстры. Фух, потом полегчало. Но я это не мог бы сказать, если бы я не прочувствовал там Бога, вот этого великого Бога нашего. Вот. И большого Бога, и могущественного Бога. И эта песня о любви Христа, о самом важном. В этой песне не было даже строчки, с которой я бы не согласился. Она о самом главном, о самом важном. О нашем спасителе, Господе Иисусе Христе. Слава Богу. Благодарю Бога за всё. Сегодня я ещё, вот этот последний куплет, хочу вспомнить опять, паки-паки, что называется, снова и снова. «Приди скорей к нему, тебя он ждёт. Приди скорей к нему, тебя он ждёт. Давно стоит у каменных ворот. Стучит к тебе, открой, уже пора. Прими любовь без злата серебра». Знаете, вот эти слова, они вот сразу напоминают из книги Откровений тот текст, когда Иисус стоит у двери, и он стучится, и он просит открыть ему дверь. Он стучится не как на картинах изображенного, стуком руки своей. Нет, он не руками и не ногами стучится. Нет, нет. Он стучится языком. Он стучится устами своими. Потому что он говорит, «Кто услышит голос мой и отворит мне дверь, я войду к нему, и буду с ним вечерить, и он со мною». «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Это сказано не для неверующих, это Господь говорит для верующих. Бог говорит для христианина. Бог говорит для церкви. Христос говорит для церкви христианской. Христос говорит для меня. Это очень важно. Вот. И знаете, друзья, действительно, наверное, вот трагизм той картины, в книге «Откровение», в том, что как раз Господь хочет достучаться до своей церкви. Он просит, «Пустите меня». И вот здесь, вот в этом куплете, этой прекрасной песни, этого псалма, знаете, прекрасно выражена вот эта мысль, «Прими любовь, без злато серебра, прими эту любовь Божью». И пусть сегодня души христиан откроются и примут эту Божью любовь. Церкви христианские примут эту благодать, примут эту любовь. Христа, которая безмерно велика, начала нет и льется, как река. Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Аминь! Вот. И давайте мы сейчас в завершение тоже возьмем хлеб. У меня остатки, последний кусочек халы. Завтра уже пятница, завтра куплю в синагоге опять и сок у меня уже не осталось, уже, значит, и халу возьму. Вот. Будем завтра готовиться к шабату, сегодня четверг. Вот. И сегодня молимся в этом хлебе, преломлении, причастие, тела и крови, Христа. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье твое, за победу твою, за Голгофу, за кровь, я тебя благодарю за воскресенье твое, за победу твою, благодарю тебя, Отец, благодарю тебя, Иисус, Благодарю, О Дух Святой, за все я благодарю, за все я благодарю. Отец, и сотвори, Боже всемогущий, Бог Авраама, Исаака, Якова, Иегова, наш Небесный Отец, хлеб сей, честным телом Христа твоего, Аминь, а то, что в чаше сей, честной кровью, Христа твоего, Аминь, приложив это Духом твоим, святым, Аминь, Аминь, Аминь. Тело Христово приимите, источника бессмертного, вкусите, Аллилуйя, 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 Аминь. Аллилуйя, Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует... Я принадлежу моему возлюбленному. Возлюбленный мой принадлежит мне. Спасибо тебе, Господь, возлюбленный мой. Ты прекрасен и велик. Слава тебе, Господь, за все. Боже, благословен ты, Царь Вселенной. Благословен. Благословен. Спасибо, Господь. И из книги «Песни песней» я вот как раз цитировал вот эти слова. И вчера на молитве. И вот сегодня я хочу прочесть из книги «Песни песней» 6 главы. Второй стих. Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет между лилиями. Ну и дальше уже слова его к нам. Прекрасна ты, возлюбленная моя, как фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Представьте, мы волнуем Господа. Когда я обращаюсь к нему, молюсь, прославляю его, его сердце волнуется. И он даже иногда говорит, подожди, отклони очи свои от меня, ибо они волнуют меня. Я очень взволнован, очень люблю тебя. Это потрясающе. Вот песня «Песней». Время пения настало, голубица чистая. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный идет. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный идет. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других. Вид его подобен кедру на подножьях золотых. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный идет. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный идет. Гряди, Господи Иисусе, слава Богу. Так что, дамы и господа, братья и сестры, поздравляю всех причастников, причастниц с причащением святых тела и крови Христа в этом размышлении о теле и крови Мессии, Спасителя нашего, сегодняшним этим утром. Вот, и запомним, что в книге всех книг есть песня всех песней. И это песня любви. В книге всех книг есть песня всех песней, а в ней есть стих всех стихов. Я принадлежу возлюбленному моему и возлюбленный мой мне. Они ледоди, ведоди ли. Аминь. Ну и благословляю всех вас во имя Господне, дорогие друзья. Вот, из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, благоставляя благословением священников. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот, ну и как отпуст, что ли, как называется в православии отпуст, то есть то, с чем отпускают. Вот. В протестантских церквях обычно говорят хорошее, Бог оставляет напоследок, или как-то еще там говорят по-разному, интригуя как бы народ. Вот, а в православии называется отпуст, когда после, допустим, литургии, после служения священник выходит там обычно с крестом, значит, и совершает отпуст, произносят последнее слово на путьстве, вот, и люди подходят и получают благословение. Вот. А вместо отпуста сегодня я хочу спеть вместе с Сергеем Бабкиным. Нет, его со мной здесь нет. Сергей Бабкин хороший певец, вот, автор-исполнитель. Я очень полюбил его некоторые песни, вот эти, вот, я не знал о его творчестве особенно, но слышал, там, видел рекламу здесь, здесь в Киеве, кстати, проезжал, вижу такой баннер, там, Сергей Бабкин, там, концерт какой-то, вот, и потом еще раз видел другой какой-то, тоже концерт, там, исполнители, там, Сергей Бабкин был написан. Ну, как-то, особенно я не слушал его песни, вот, и знаете, вот в этот раз во Львове, вот, у Киева был в гостях, вот, и, знаете, он дал мне послушать песню. Не, ну, я слышал вот эту песню, вот, «Привет, Бог», «Привет, Бог», ну, там, как бы, так, да, довольно интересно, очень хорошая песня, интересная песня. Вот, вот, явно не религиозная такая, вот, именно, действительно, искренняя такая, искренняя вера песня, вот, а здесь песня, как бы, о любви мужчины к женщине, да, вот, такая весенняя песня, кстати, да, и, но, значит, в этой песне очень четко, вот, знаете, вот, ну, не знаю, как сам Сергей Бабкин, конечно, но, но для меня, вот, как Кифа объяснил, мне тоже настолько-то, вот, открылось, что это, как в «Песне песней», вот, о взаимоотношениях мужчины к женщине, да, говорится, но, о любви мужчины к женщине, но, но там имеется в виду, вот, как в «Песне песней», душа человеческая и Всевышний Бог, так, не лобовую, а так, вот, образно, литературно, красиво, поэтически. Так что, споем, давайте, вместе с Сергеем Бабкиным. Я слова скачал. И эти дни как раз... Начнем утро. Сергей Жуалев и Сергей Бабкин. Сергей Бабкин и Сергей Жуалев. Я весь стався світом, шукав дивні квіти, З кожным наступним кроком рахував роки. Твоими ногами знаходить неба ні храби, Серце відлити в кам'ю легшало навпаки. Дебе я, дебе я, дебе я, дебе я, дебе я не був, Все про тебе нагадує. О, позаду идешь, або дивишься на миникий світ. Дебе я, дебе я, дебе я, дебе я, дебе я не був, Схотло твоей владой. За собою ведешь, вималюючи світ. Дебе я, дебе я, дебе я не був, Все про тебе нагадую. Все про тебе нагадую. Буваєм, злітаю, хочу сховатись візграю, Все в мать замірає, коли очі твої кидають пилюстки. Я все розмію, але недосяжна ми я, Будеш жити і після того, як дістанусь твоєї руки. Дебе я, дебе я, дебе я, дебе я не був, Все про тебе нагадую. Мою позаду ідеш, або дивишся на мене прісвіт. Дебе я, дебе я, дебе я, дебе я не був, Все хопливо твоєю владою. За собою ведеш, вималюючи світ. Алілуя! Слава тебе, Господь! Слава тебе, Бог! Возлюбленный, прекрасный Бог наш. Алілуя! Алілуя! Іде, іде. Ти завжди зі мною поруч, праворуч або ліворуч, В розмови сторонніх людей я чую твої думки. Проте, щоденастя, восьма би випадчутцями, Ідем по одному колу, наче стрінки струнки. Дебе я, дебе я, дебе я, дебе я не був, Все про тебе нагадую. Мою позаду ідеш, або дивишся на мене прісвіт. Дебе я, дебе я, дебе я, дебе я, дебе я не був, Все хоплено твоєю владою. За собою ведеш, вималюваючий світ. Алілуя! Алілуя! Так що все хоплено, його владуй. Слава Богу! Пусть Господь благословит всех вас, дороги друзі. Благословляю мої ме Господне. І, дебіля, все наповнено Його властью. Все содержимо Його владою. Спасибо Господь за все Божие. Благослови нас в этом дне, Божие. І в розмышлениях о теле крові Твої, о любви Твої, о том, що действительно на кресте Ти всякую вражду, всякий страх, всяке осуждення убил, пригвоздил. І нет никакого осуждення тем, хто во Христе Ісусе. Алілуя! Пусть Бог благословит вас всех. Із города Києва, з Київської архиепископії, Реформаторської православної церкви Христа Спасителя. Божьей милостью, архиепископ Сергій Журавлєв. Завтра, нет, сегодня уже, уже сегодня вечером буду продолжать семинар. В общем-то, завтра утром молитва, да, в шесть утра. А в шесть вечера, стараюсь каждый вечер, вот пока имею такую возможность, вот и техническую, вот и интернет, и все, выхожу на связь, такой прямой эфир. Вечером продолжаю семинар, предпасхальный семинар. На протяжении вот этого месяца, марта, провожу предпасхальный семинар. Напоминаю, что вот 14-й Ниссана в этом году выпадает на 30-е марта. И вот с 30-го марта на 31-е марта у нас будет ночь, святая ночь, бдение, пасхальная ночь. Значит, будем есть мясо, венок, хлеб, горькие травы, пасхальный семинар будем совершать. И буду об этом рассказывать как раз я тоже. Вот, и если получится технически, то в трансляции, а если нет, то тогда уже в записи уже сделаем. Пусть Бог благоставит вас всех во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Мир всем. Шалом. Дебе я, дебе я, дебе я, дебе я небу, все про Тебе нагадую, все охоплено Твоей владою. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Богу. Вот, и окончилась трансляция. Я уже поставил на обработку, загрузку. Началась обработка, написано. Вот, благоставляю всех вас, дорогие друзья, братья и сестры. Спасибо за внимание, за ваши молитвы. Вот, надеюсь, тоже причащались сегодня со мной. Вот, и пусть Бог благоставит вас всех во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Ваших родных, ближних, ваши дома. Слава Богу. Да, и тем, кто остался сейчас еще в сети, нет, не в сети, а вот, ну, смотрит кто это видео, вот, я напоминаю, что вы можете не только молитвенно, но и финансово участвовать в моем служении Господу, в моих поездках, передвижениях, служения Господу по Украине, России, Беларуси. Кстати, Беларусь, у меня нет номера еще, надо будет белорусский номер сделать. Значит, в России номер 915 плюс 7, да, ну, или восьмерка. 915-780-48-74, еще раз напоминаю, 915-780-48-74. Можете пополнять этот номер, это номер МТС, можете пополнять его с любой точки России, да, и тем самым участвовать в моем служении. Если вы в Украине, то можете пополнять номер Киевстар и служение мое в Украине поддерживать таким образом. Значит, номер Киевстаровский мой 096, МТС.